МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Купили новую стенку, а она разваливается? Или пружины на новом диване мешают спать? Сегодня мы расскажем, как вернуть мебель с браком. Продавцы мебели игнорируют нормы закона о гарантийном сроке. И отказаны по причине того, что клиент принял именно диван с дефектом. Почему представитель сети мебельных салонов скрывается от покупателей? Мы спросили, кто вам зарплату выдает, как вообще отчетность ведется, кто-то же должен быть старше. Он говорит, старше в Саратове, езжайте в Саратове. Новый кухонный стол из Малайзии за месяц стал ненужным хламом. И вот посередине весь вздулся. И когда дети пытаются, ну, вложить туда кружки, эти кружки на них разливаются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итальянцы на Новый год выбрасывают из окон старую мебель. У нас такой традиции нет. И делая покупку, мы рассчитываем, что диван, к примеру, прослужит нам лет так 10. Но, к сожалению, этому не всегда суждено сбыться. К нашу редакцию за поддержкой обратилась алматинка Марина Синицына. Женщине в магазине продали бракованную мягкую мебель. В магазине много мебели мы купили мягкий уголок. Вот он. Когда я его смотрела в магазине, вообще мне очень понравился. Было все прекрасно. Когда привезли его, собрали, ну, я думала, ладно, дефекты, может быть, транспортировки какие-то, все расправится. Но это не расправляется. И когда мы вызвали эксперта, чтобы он сам посмотрел, составил акт о том, что диван неправильно, бракованный, он указал еще на один дефект, то, что атаманка выше, чем само сидение дивана. И вот тут, смотрите, вот на спинке собрана ткань. Этого не должно быть. Мы обратились с жалобой в магазин. Нам сказали, что представителя от российской компании много мебели здесь нет. И что все находится в Саратове. Если мы требуем вернуть назад деньги, то мы должны за свой счет везти диван, но это не факт, что они нам вернут эти деньги. Потому что мы написали заявление, и ответ на заявление пришел, что это не наша вина, а вина сборщиков. Ну, простите, сборщиков предоставили они нам, магазин. Мы не вызвали их со стороны или каких-то левых привели сюда. Они сами приехали, парни привезли и сами собрали диван. Не надо быть экспертом, чтобы увидеть. Диван и в самом деле с дефектом. Марина признается, при покупке мебели и подумать не могла, что могут возникнуть какие-либо проблемы. Ведь магазин дал гарантию аж на три года. Однако, как оказалось, на территории Казахстана претензии предъявить некому. Нет представителя компании в Алма-Ате. Вообще в Казахстане мне сказали. Когда мы обратились к продавцу Дмитрию в магазине, он сказал, я здесь главный, я здесь директор. Мы спросили, кто вам зарплату выдает, как вообще отчетность ведется, кто-то же должен быть старше. Он говорит, старший в Саратове, езжайте в Саратов. Если это аффилированная компания, и у нас не было права выбора, то тогда несет тот, с кем заключен договор. То есть фактически тот, кому мы платили деньги. То есть если мы деньги заплатили магазину, значит, ну опять на усмотрение потребителя. Либо магазину, либо производителю взаимоотношения. Это наш выбор. Чтобы дело как можно скорее сдвинулось с мертвой точки, женщина ежедневно звонит в магазин. Но после каждого разговора с продавцами вопросов становится еще больше. Нам из Саратова позвонили и сказали, что нам отказано в возврате денег и в замене дивана, потому что брак по вине сборщиков. Хорошо, сборщиков предоставили вы. Вспомнил я этот вопрос. Так, смотрите, ваша проблема сейчас решается со вкладом, потому что мы пытаемся выяснить, во-первых, кто собирал диван, в первую очередь. Во-вторых, пытаемся выяснить, что вообще дальше будет, получается. Как вообще они собираются. По идее, по их вине, по этому замену, по любому произведу. Константин, а у меня вопрос. А на что дается гарантия? На какую поломку? На ткань, на фурнитуру, на все полностью. У вас там по договору написано, на все дается гарантия полностью. На фурнитуру, на белевой ящик, на ткань, на саму, получается. То, что она антивандальная, система антикога, то, что не порвется. Если вдруг произведется, получается разрыв где-то, мы меняем так же. Ну, то есть, конечно, давайте сейчас решим этот вопрос. Ну, потому что уже подняли этот вопрос. Ну, почему тогда вы сразу не меняете? Если есть гарантия, почему сразу не меняете? Ну, видите, в чем дело. Это вина не за Бога, и за этого вот такая задержка. Чья вина? А вина сборщиков. Поэтому сейчас это все будут сборщиками решать, понимаете, в чем дело. Это проблема, чтобы они где-то что-то сами как хотели, выкручивались этим словом, потому что это висит на них. Мы решили выяснить, кто же на самом деле в ответе за бракованный диван Марины. Смотрите далее. Мы нашли регионального представителя мебельного завода в Казахстане и призвали его к ответу. А почему до сих пор уже два месяца женщине никто не возместил ущерба? Ну, знаете, насчет этого вообще решает у нас Россия. Все вопросы чисто, чисто. Как оказалось, на родине в России у потребителей также не получается найти общий язык с производителем. В интернете созданы целые сайты, на которых люди выкладывают фото и видеоролики с бракованной мебелью. Наталья Панюшкина из Астрахани купила на этой фирме диван, из которого за 21 день вылезли все пружины. Пружины прорвали в нижнюю обивку. Вот у нас теперь вот все в таком виде. Пожалуйста. У покупателя из Сочи диван простоял полгода. И опять подвели пружины. Качество дивана. Сейчас я вам покажу. Возместить ущерб завод не отказывается. Но для этого мужчина должен за свой счет отправить диван в Краснодар. Вот что происходит с этими пружинами. Хозяина следующего ролика также просят выслать сломанный диван. То в Краснодар, то в Новосибирск. Кстати, у него диван вышел из строя за рекордные две недели. Ролики, они все болтаются эти. Выскакивает он. Кошмар. Каких-нибудь саморезов не было. Дерево. Не знаю, что ладирование используют. Судя по отзывам потребителей, договорные обязательства для руководства компании пустой звук. А словосочетание «ремонт по гарантии» вообще неизвестно. Есть такой технический регламент таможенного союза. Обратите внимание, туда входит Россия, Армения, Киргизия, ну там Беларусь. Он предполагает два года. То есть производитель и продавец. То есть производитель должен давать не менее двух лет гарантию. Продавец не имеет права уменьшить эту гарантию, потому что гарантийное обслуживание, оно входит в стоимость той мебели, которую вы приобретаете. Смотрите далее совет юриста. Как Марине отстоять свои права? Если даже этот диван у вас сейчас стоит, и он также точно дефектный, мы имеем право отстоять ваши права, имеем возможность в течение трех лет. Откровенный брак приводят к нам не только из России. Алматинка Саганыш убедилась на своем опыте, что цена и иностранный производитель не гарантия качества. Купив в магазине стол из Малайзии, женщине пришлось вспоминать забытые основы юриспреденции. Через некоторое время с этим столом начали происходить какие-то непонятные метаморфозы. Ложили, ну, к примеру, даже горячий чай сюда на стол ставим. Через некоторое время стол начинает вздуваться. И получается, он практически вот посередине весь вздулся. И когда дети пытаются, ну, ложить туда кружки, эти кружки на них разливаются. Ни тесто раскатать, ни чай попить нормально. Чтобы понять, почему стол так быстро пришел в негодность, мы обратились к экспертам. Как оказалось, основная причина в том, что якобы кухонный стол на самом деле является письменным, поэтому деформируется при температурных изменениях. Кухонный стол вздулся, может быть, просто лак, тот, который там покрашен, или тоже масло, не было предназначено именно для кухонного стола. Здесь еще есть другой вариант, что девушка или там женщина поставила горячий чайник или горячую кастрюлю. Это тоже как бы тепловой резонанс. Оно могло отстать. Потому что для кухонных изделий, допустим, идет одного типа лаки. Для кабинетов, гостиных, там, спален, это уже идет другой вариант. Испорченный стол не только расстроил хозяйку, но и привел к массе непредвиденных проблем. Я начала звонить в эту компанию, выяснять, в чем дело, почему с этим столом такие вещи происходят, на что они мне обещали поменять поверхность стола. Я им поверила, ждала еще какое-то определенное время, писала, ездила к ним, говорила, возможно ли вернуть стол, но оставить стулья. Они категорически отказывались мне возвращать деньги за стол, обещали поменять саму столешницу. Но в течение вот этого всего, этих нескольких месяцев ничего не произошло, ничего они нам не поменяли. Я периодически к ним ездила, обращалась, звонила. Последний раз я к ним поехала, написала претензию, но также на эту претензию они вообще никак не отреагировали. Тот же закон о защите прав потребителей, 15-я статья, говорит о том, что если во время гарантийного срока что-либо сломалось, да, причем по нашему казахстанскому законодательству у нас нет такого понятия значительная и незначительная поломка. Его нет, даже если шарнир сломался. Вы имеете право по своему собственному усмотрению расторгнуть договор купли-продажи и забрать деньги без учета износа данного товара. В течение двух лет? Да, в течение двух лет. И я вот когда об этом говорю, все это воспринимают как сказку. С трудом верит в это и Саганыш. Ведь пока кроме оскорблений в свой адрес она ничего не получила. Фотографировала стол, отправляла им по WhatsApp, и звонила, и приезжала многократно. Но каждый раз, честно говоря, были оскорбления какие-то, и категорический отказ вообще в возврате денег. Преднамеренно, зная, что стол некачественный, они продолжают размещать информацию там в интернете, в ОЛИКСе, и продолжают у себя в магазине продавать эти столы. Смотрите далее, как выбрать качественную мебель, и чем опасны яркие фасады. Чем ярче цвет, тем больше химикатов в ней. Это не совсем хорошо для здоровья ребенка. Латау-Жарек компания АСЭ является самой крупной энергосистемой на юге Республики Казахстан, поставляющей электроэнергию жителям города Алматы и Алматинской области, предприятиям, крестьянским хозяйствам и государственным учреждениям. На текущий момент на балансе компании находятся линии электропередачи 220, 110 и 10 кВт общей протяженностью больше 29 тысяч километров. За последние 7 лет компания притворила в жизнь множество крупных проектов. Общий прирост мощности составил более 3000 мегаватт. Завершено создание кольца ЛЭП 220 кВт вокруг города Алматы. Такое радостное событие, как покупка новой мебели, нередко омрачается низким качеством или недоработками, на которые при выборе не обратили внимания или не знали, на что смотреть. В первую очередь, это качество материала. Если вы покупаете мебель, обращайте внимание на качество, на фотографии не смотрите. Желательно, чтобы вы были на производстве. Вот, и вам показали, с какого материала будет производиться эта мебель. Соответственно, у нас, да, у нас заказчики обычно заказывают мебель, те, которые хотят либо нестандартную, по высоте, по ширине стены, либо уже по своему дизайну. Поэтому заказываются здесь. Но если вы покупаете в магазине, обязательно смотрите сертификаты, ну и, соответственно, марку производителя. Все, что они привозят, на все идет сертификат. Если нет сертификата, то здесь вам никто не скажет, чего они сделали и откуда они привезли. Мебель из массива древесины – самый дорогой вариант, который потребует от вас не только значительных капиталовложений, но и тщательного ухода в процессе эксплуатации. Сегодня найти такую мебель очень сложно. В основном для изготовления используются МДФ и ДСП. Вот смотрите, если мы идем в магазин и мебель, вы покупаете, поэтому вы в полное право имеете просто вытащить ящик. Там тумба или что-то. Как правило, там заднюю стенку, они не заморачиваются и не заклеивают. Поэтому можно посмотреть срез ДСП и увидеть, плотное оно или не плотное. Какую лучше выбрать? Плотное ДСП, оно лучше по качеству. Ваша мебель прослужит дольше. Рыхлое ДСП, оно будет немножко подсыпаться. Поэтому все равно от того, что вы же будете работать с этой мебелью. Как говорится в пословице, семь раз измерь, один раз отрежь. Если вы решили приобрести мебель, то лучше не лениться и посетить цех, где ее изготавливают. Тогда вы воочию будете знать, из чего сделана ваша мебель. МДФ МДФ – это материал, более приближенный к натуральной древесине, но дешевле ее. При производстве МДФ практически не используются дополнительные связующие вещества, только древесная стружка, которая склеивается между собой при помощи высокой температуры и давления. Самораспространенный материал для изготовления мебели – ДСП. Его популярность обусловлена дешевизной и легкозаступностью. При покупке мебели из ДСП особое внимание уделите классу, которую обуславливает выделение формальдегида из досок. Есть три класса ДСП – Е1, Е2 и Е3. Мебель для дома должна изготавливаться из материала класса Е1, с самым низким уровнем испарения формальдегида. Бывает некачественная мебель с некачественного материала. Очень устойчивый запах не лакокрасочных материалов, а, скорее всего, там смолы какие-то, химикаты добавлены. Оно вроде бы и крепкое, но запах очень долго выветривается. Очень долго. Такой устойчивый запах. Поэтому проветривание, что у вас через 10 дней не будет запаха, никто вам не сгарантирует. ДСП – это для здоровья вредно, скажу. Но если у вас изделие будет отделано шпоном, сверху лак идет, независимо, там лак, эмаль, это уже как бы предохраняющий. Либо если прокрашено, да? Ну, здесь должно быть прокрашено и абсолютно кромки проклеены. Многие производители в целях экономии времени и ресурсов не обрабатывают кромки изделий. Отсюда еще один риск. Кромка заклеена, лаком покрашена. Это уже предохраняет изделие от влаги. У нас погода не очень, скажем, такая комфортная, поэтому влажность большая. Оно все впитывает. Клиты из ДСП могут иметь разнообразное покрытие, такое как шпон, бумага, пластик, ламинат. Кромка – вещь, конечно, хорошая, и она более дешевая. У нас тоже здесь, в Казахстане, как бы делают такие вещи с пленкой, но все равно вид у них ненатуральный. Хотя пленка, допустим, на фасадах пленка с обратной стороны, вот, она с этой стороны, у них белый ламинат идет. Потом вот эти кромки, пленка отстает. Чем лучше прокрашена? Влагу держат, потому что здесь идут хорошие эмали. Во-первых, идет изолятор, потом идет грунт, и только сверху эмаль. Немало заблуждений касается кухонных столешниц. Здесь на первом месте стоит искусственный камень. Он менее подвержен механическим повреждениям, и лучше подается реставрации. Существует такое заблуждение. Многие хотят натуральный камень на кухню, или там еще какие-то гостевые, столовые. Существует такая неприятность, что настоящий натуральный камень оставляет следы. Хотя приезжают, говорят, я хочу натуральный камень, он не будет царапаться. Царапается похлеще искусственного. Царапина не убирается. Бокалы, потеки с бокалов, кофе, соки. Если натуральный камень поставить этот бокал, останется след от бокала. Не вышлифовывается, не убирается, ничем не вымывается. Наиболее тщательно специалисты советуют подходить к выбору детской мебели. Здесь опасность может таиться даже в краске. В мебели детской тоже мы знаем, что бывают формальдегиды. И тоже, когда заходишь, сразу резкий запах есть ли, то надо понимать, что здесь не все в порядке. Детскую мебель стараются делать разноцветной. Но если сильно яркие цвета, дикие такие, как бы, ядовитые цвета, я не рекомендую по той простой причине, что чем ярче цвет, тем больше химикатов в ней. Это не совсем хорошо для здоровья ребенка. Поэтому лучше заказывать более такие теплые тона, более пастельные такие. Детская мебель должна отвечать требованиям безопасности и обязательно иметь сертификат соответствия. В советское время детские игрушки были намного не такие яркие, как, допустим, из-за границы привозили. Но для здоровья они гораздо лучше были. Хотя все гонялись, как бы, за этим, за цветными. В начале программы мы рассказывали о Марине, которая не может вернуть бракованный диван в магазин. Мы отправились в торговый центр и нашли официального представителя компании «Валматы». Здравствуйте. Это программа «Обо всем без купюр». Синицына Марина купила у вас диван, и она уже сделала дефектный акт. Признали, что диван не соответствует. Но почему-то ей позвонили и сказали, что ей отказано в обмене дивана. Ну, знаете, насчет этого вообще решает у нас Россия. Есть у тебя номер в России? Все вопросы чисто. Сначала нас стараются запутать и ссылаются на компанию в Саратове. По договору написано, что 18 месяцев гарантия. 36. 18 от вас, 18 от завода. А почему до сих пор уже 2 месяца женщине никто не возместил ущерб, и наоборот, сказали, что ей отказано? Ну, ей отказано по причине того, что клиент принял именно диван с дефектом. Просто во время доставки, транспортный бой и так далее, в любых компаниях бывает транспортный бой, сами знаете, да? Ну, клиент это принял, клиент должен был отказаться. То есть приеме, да? Это во-первых. Во-вторых, когда клиент подписывал акт приема передачи, она написала, что никаких претензий не имеет, что приняла диван в хорошем качестве. Там в акте приема передачи это все указано. Получается, фактически, со слов менеджера, этой распиской Марина отменила всю гарантию на мебель. Это полнейшее нарушение прав потребителей. Дело в том, что я хотела бы обратить внимание, что срок исковой давности 3 года. Поэтому, если даже этот диван у вас сейчас стоит, и он также точно дефектный, мы имеем право отстоять ваши права, имеем возможность в течение трех лет. Парень объясняет, женщине не следовало принимать мебель. Как оказалось, мебель продает одна компания, а сборкой и доставкой занимается другая. Бывают случаи, клиенты приезжают, например, клиента привозят, ну, они видят во время транспортировки, там какой-то брак появился. Клиенты, например, говорят, мы его не будем принимать, потому что он не устраивает нас по качеству. Ну, то все, ребята забрали, транспортники, за счет этого, например, мы доказываем, что это вина транспортников, транспортники восстанавливают, а клиенту привозят другой новый диван, и все. Мы заключили договор с этим магазином, и он будет нести ответственность. Так как договориться по-хорошему у нас не получилось, и менеджеры отказались признать брак и заменить мебель, принято решение обратиться в суд. Латау-Жарек компания «Асэ» является самой крупной энергосистемой на юге Республики Казахстан, поставляющей электроэнергию жителям города Алматы и Алматинской области, предприятиям, крестьянским хозяйствам и государственным учреждениям. На текущий момент на балансе компании находятся линии электропередачи 220, 110 и 10 кВт общей протяженностью больше 29 тысяч километров. За последние 7 лет компания притворила в жизнь множество крупных проектов. Общий прирост мощности составил более 3000 мегаватт. Завершено создание кольца ЛЭП 220 кВт вокруг города Алматы. Итак, при покупке мебели требуйте фискальный чек. Если обнаружили дефект, ни в коем случае не подписывайте акт приема-передачи. И помните, что бракованную мебель вы можете вернуть в течение двух лет. На этом у меня все. До свидания. Продолжение следует...